Здарова! Это Шамшуриное видео. Называется «Как попасть в черный список девушки. Три гарантированных способа. Три пути». В общем, мне периодически скидывают какие-то вопросы люди или что-то с форумов. В общем, интересный вопрос. Я его сейчас зачитаю, а потом я его прокомментирую. Но это распространенная ситуация. Многие, возможно, узнают здесь себя. Значит, год назад к нам на работу пришла девушка. Мне тогда было 22, а ей было 24. В общем, проводил для нее стажировку, и мы почти не общались после этого времени. Примерно месяца 3-4 назад мы с ней начали общаться, и я заметил какой-то интерес с ее стороны ко мне. Но при этом она говорила противоположные вещи. Например, «Эх, найти бы хоть кого-нибудь себе». Но при этом в ее соцсети рассказывали такие утверждения, мол, мужчина должен и так далее. Во время нашего общения с ней она была такой понимающей. Когда мы говорили о жизни, я рассказывал ей о своих ошибках в прошлом, в финансовых, жизненных. Она давала мне такие комментарии по типу «Ничего страшного, все ошибаются, все получится» и так далее. И на самом деле я из-за этого даже стал терять бдительность. Я стал ощущать, что кому-то на меня не все равно, и меня вроде как-то понимают. В итоге два месяца мы с ней общались просто как друзья. Как вдруг на одной из наших таких встреч произошла, как я понимаю, манипуляшка. Она показала мне свой телефон случайно. Как бы там была открыта переписка в Телеграме, где ей пишет друг. По ее словам он ей пишет, а она ему не отвечает. «Как же не охота этим друзьям отвечать?» Прозвучал из ее уст. Как я понял, она меня потихоньку начала готовить к сливу, если я сам не начну делать какие-то движения в ее сторону и сам не перестану быть ее другом. В принципе, это посыл я услышал. Через пару дней признался ей в том, что у меня есть симпатия к ней, после этого в черном списке в соцсетях. При этом у нас есть общий друг, с которым мы общались после этой ситуации. Он мне сказал, что ты же к ней не серьезно относился, а с девушками надо быть серьезнее. А сейчас о самом главном, то есть как я буду комментировать эту историю. Год назад к нам на работу пришла девушка, мне тогда было 22 и 24 года. Я, в общем, проводил для нее стажировку, и мы почти не общались, бла-бла-бла. Примерно через 3-4 месяца мы с ней начали общаться. Я заметил какой-то интерес с ее стороны ко мне, но при этом она говорила противоположные вещи, например, «Эх, найти бы хоть кого-нибудь себе». Значит, как это переводится с женского языка на человеческий? То есть, «Эх, она при тебе говорит, эх, найти бы мне хоть кого-нибудь себе». Тебе не кажется это странным? А это переводится так, «Ты мне симпатичен, ты мне интересен, как бы я это говорю тебе, эх, найти бы хоть кого-нибудь себе, бля». В чем проблема? Как это можно не понимать? Но при этом ее соцсети показывали абсолютно противоположные вещи, мол, мужчины должны. Но это естественно, то есть это уже как бы как данность надо воспринимать, что практически у любых девушек сейчас эта херня в соцсетях, как бы ну это как бы это данность современного мира. Какая разница, что там написано? Если даже там будет написано там «Я ненавижу мужиков» и так далее, но тебе она говорит там «Эх, найти бы хоть кого-нибудь себе», очевидно, что надо прислушаться. Далее, значит, соответственно, первый путь – это не понимать, что зеленый свет, который ты ждешь от женщины, он уже горит. И не действовать, вот, не понимать женских, элементарных женских намеков – это первый путь в черный список к любой девушке. Далее, во время нашего общения с ней она была такой понимающей, когда мы говорили о жизни, я рассказывал ей о своих ошибках в прошлом, финансовых и жизненных. Она давала мне такие комментарии по типу «Ничего страшного, все ошибаются, все получится» и так далее. На самом деле я из-за этого даже стал терять бдительность. Я стал ощущать, что кому-то на меня не все равно. В итоге два месяца мы с ней общались просто как друзья. И в этом вся беда, ребята. То есть, как бы, еще раз, это грубейшая ошибка большинства мужчин, когда вы сначала почему-то, ну, как, почему это понятно, то есть вы сначала пытаетесь подружиться, наладить контакт, а потом вы уже пытаетесь, как-то, поняв, что вы засиделись в этих друзьях, как-то перейти на уровень мужчина-женщина, сблизиться, секс, да. Ну, как бы, вы забываете о том, что изначально, когда вы себя позиционируете как дружок, женщина вас воспринимает как дружка, и потом уже, как бы, будет странно для нее, что вы тут вроде начали, там, подкатывать к ней как мужчина. То есть, и у нее к вам теряется этот биологический интерес. А когда вы говорите, я решил сначала с ней подружиться, да херня это все. Ты ничего не решил. За тебя решил твой страх, твое непонимание, твое неумение что-то делать, то есть, боясь, что там ты все испортишь, понимаешь? Если бы ты такой, да, ладно, я могу флиртовать, там, я знаю, как флиртовать, я могу показывать, демонстрировать свои сексуальные какие-то желания, намерения в ее сторону, а тут я решил быть как друг. Нет, просто вы ни хрена не умеете, многие, я не говорю, что ты именно, да, то есть, я надеюсь, ты смотришь мой канал, там уже, соответственно, приобрел мою систему, и уже, как бы, у тебя есть какое-то понимание. Соответственно, второй путь в черный список к девушке, не проявлять свои сексуальные, мужские, нормальные желания и намерения, и общаться как мужчина-друг, вот, не флиртовать, не демонстрировать свое желание обладать ей как женщиной, то есть, и ждать, что когда-нибудь я это сделаю. Это второй путь в черный список к любой девушке. Дальше. Как вдруг она, одна из наших таких встреч произошла, как я понял, во время одной из наших встреч произошла манипуляшка, манипуляшка. Она показала мне свой телефон, случайно, как бы, там открыла, и там была переписка, где пишет ее друг. Как вариант, что она хочет тебя подстегнуть, то есть, она говорит, алло, сколько можно уже дружить, вот, то есть, там какой-то написывает друг, но я не хочу общаться с другом, она уже тебя просто машет вот так вот руками. По ее словам он ей пишет, а она ему не отвечает. Это переводится как, интересен мне ты, я тебе уже не знаю, как показать, эй, сколько можно тупить, вот так это переводится. Как же неохота этим друзьям отвечать, прозвучал из ее уст. Как я понял, она меня потихоньку начала готовить к сливу, если я сам не начну делать какие-то движения в ее сторону, и сам не перестану быть ее другом. Естественно. Но тут просто, понимаешь, скорее всего, она хотела тебя не к сливу готовить, что за отношения, почему такое ощущение вообще себя, что тебя хотят слить. То есть, она тебя подталкивала, скорее всего, она тебя хотела ускорить, поторопить, включить, мол, алло, проснись, как бы я готова, что ты там тупишь. Я, в принципе, это услышал. А зачем тебе вообще нужны какие-то намеки? Почему? Почему многим мужчинам для того, чтобы действовать, нужны намеки? Не надо ждать никаких намеков. Просто эта ситуация еще эталонная, потому что могут быть разные ситуации, но плюс-минус она отражает проблему большинства мужиков, которые тупят, а потом в итоге лишаются женщины, которые им сильно нравятся. Возможно, какой-то своей потенциальной жены, это мать их детей. И через пару дней признался ей в том, что у меня есть симпатия к ней. Твою мать! Вот тут как смайлик, рука-лицо надо поставить. Много. Че? О чем ты вообще? После этого я в черном списке в соцсетях, при этом у нас есть общий друг и так далее. То есть смотри, когда ты, тебе женщина уже кричит, я готова, нужно не признаваться ей в чем-то там. Нужно действовать, нужно руками действовать. За жопу, за грудь, обнимать. Ну, то есть как приглашать к себе домой. То есть сближаться, потому что это неминуемая, как бы, история, которая должна перевести ваши отношения, ваше общение в другое русло, в более, такое, скажем, семейное, там, про секс, про что-то еще. То есть зачем признаваться ей? Вы просто поймите, я знаю, для чего вы признаете. То есть ты признаешься для того, чтобы что? Правильно, ты признаешься, чтобы... Тебе хочется, чтобы она сказала, как бы, да, я готова. То есть ты здесь боишься получить отказ, поэтому ты думаешь, я сейчас ей признаюсь. И, типа, как бы, ты ждешь, что она как-то скажет, наверное, возьмет на себя инициативу, скажет, ну, да, я готова. Приглашай меня к себе. Или что? То есть, как бы, твое признание, оно связано только с тем, что ты хочешь подстелить соломки. Ты опять хочешь гарантий. Сука, нет гарантий. Женщины так устроены, что, ну, нет гарантий. Они по-другому устроены. Они все равно тебе будут говорить нет и так далее. То есть она ждет, когда ты, как мужчина, начнешь действовать. А ты ей взял и признался, блядь. То есть ты переложил, а когда ты ждешь от нее, а ты ей признался, она должна, якобы, должна тебе что-то сказать в ответ, сказать, да, я готова. Это перекладывание на женщину ответственности за сближение, за близость. То есть это взаимодействие с ее сильнейшим страхом быть там нелегко доступной и так далее, не быть легко доступной. То есть она все равно не будет говорить, ну, окей, тогда давай, возьми меня прямо здесь на работе. То есть не будет такого. И получается, естественно, она думает, блядь, вот чувак, уже не знаю, как тебе намекнуть, и вместо того, чтобы проявить себя как мужчина, ты мне тут признаешься, блядь, иди в жопу, все. Поэтому ты в черном списке. Однозначно. Как это можно не понимать? Мужчины, очнитесь, особенно те, которые уже прошли мою систему. Слава богу, что это вопрос не от каких-то моих зрителей, то есть это где-то на форуме на каком-то вычитали. Так, после чего там я отправлен в черный список, у меня есть друг, который ее знает и сказал, что ты же к ней несерьезно относился, а с девушками надо быть серьезнее. Таких советчиков, которые голую женщину видели там только где-то на порно-сайтах последний раз, блядь, их не надо слушать. Серьезно, несерьезно, как бы. Если ты сам ни хера не понимаешь, как все устроено, зачем тебе еще слушать друга, который вообще ни хрена в этом ничего не понимает? Поэтому третий путь к тому, чтобы оказаться в черном списке у девушки, это признаваться ей в своих там чувствах каких-то, вместо того, чтобы действовать. То есть, соответственно, ждать от нее подтверждения, инициативы, встречных шагов. То есть, тем самым, складывать на нее ответственность. Не надо признаваться, сука, в чувствах. Нужно действовать. Ты можешь признаться в чувствах, когда у вас уже секс там много раз был, вы уже лежите в кровати там на какое-то там уже там время после начала общения, и тогда ты можешь признаваться в чувствах, когда у вас уже все было. И, к сожалению, большинство мужчин ни хрена не понимает, как все устроено. Для них женщина такая же редкость, как новогодний подарок. И в этой ситуации, как бы он, ну и как и другие мужчины, вообще не думает о том, нравится она мне, не нравится она мне. Он думает только о том, как вот ее получить, да и то, как бы он при этом ни хрена не понимает, как это сделать, как ее получить. Он ничего не понимает реально. И ключевое, что даже если что-то и получится, для него это будет очень-очень серьезно для этого человека. Крайне серьезно. И вам нужно что? Вам нужно понимание, как все происходит, и выбор. Это очень просто. Всего две вещи не хватает многим мужчинам. Но суть в том, что теория без практики, просто это абсолютно ноль, понимаешь? В этом и суть моей системы. И, соответственно, почему я решил сделать марафон, практически онлайн-марафон. Сейчас внимательно слушай. Эта информация может спасти тебе жизнь, в прямом смысле слова. Значит, для тех, кто приобрел мою систему, внедряет ее, я хочу вам помочь. И не только вам, остальным тоже, но в первую очередь для этих ребят. То есть, с 4 по 13 февраля стартует онлайн-марафон практический. Это когда мы 10 дней подряд, каждый день, на видеосвязи, на аудиосвязи, я в том числе и мои коллеги, я голосом буду давать тебе задания. То есть, мы будем внедрять мою систему. То есть, там есть теория, с практическими заданиями, по многочисленным просьбам этих ребят, которые эту систему приобрели. Они говорят, нам нужны пинки. Почему-то, то есть, там и этого недостаточно. То есть, они говорят, мы хотим пинков, мы хотим мотивации, мы хотим обратной связи. Вот, получите. С 31 января по 3 февраля откроется окно продаж. То есть, ты сможешь залететь, забронировать себе место. Но это для всех. А для тех ребят, которые уже купили систему, соответственно, которые хотят ее внедрить, вы можете уже прямо сейчас забронировать себе место, потому что количество мест ограничено. И для того, чтобы я мог помочь вам, мне нужно комфортное количество людей на этом марафоне. Это будет не много людей. Поэтому впрыгивайте. Сейчас у вас на почте есть ссылка. Все подробности здесь внизу, кто хочет почитать про этот марафон. Многие о нем уже давно знали, слышали. Он стоит очень доступных денег, буквально копейки. Он будет длиться 10 дней, для того, чтобы вы привыкли к этому новому навыку. Это не какие-то там 10 дней перетерпеть, перекреститься, выдохнуть, сказать, все, слава богу. Это принципиально научить себя жить по-другому. То есть это нужно встроить в свою жизнь и просто потом кайфовать от этого. Поэтому, ребятушки, марафон здесь, который специально для того, чтобы вы смогли внедрить мою систему в жизнь, чтобы я вам в этом помог. Не тупите, не надо. Мужчины, уже давайте, включайтесь. Все, увидимся там. Ссылка внизу. Продолжение следует...